Очерк Михаила Бокачева Сокол Сапсан Или самый быстрый охотник Сапсан удивительно сильная, гордая и красивая птица Телосложение Сапсана сразу показывает его мощь Хотя в длину Сапсан не превышает полуметра У него широкая грудь с выпуклыми твердыми мышцами Сильные пальцы с острыми круто загнутыми когтями И короткий, но сильный круто загнутый клюв На конце над клюве имеются зубцы Которыми Сапсан перекусывает позвоночник на шее своей жертвы Глаза у него очень крупные, выразительные Позволяющие видеть даже мелкие детали с расстояния более километра Крылья у Сапсана длинные, узкие, терповидные Дающие возможность развивать невиданную скорость В стремительном пикирующем полете Сапсан способен мчаться со скоростью свыше 300 км в час Фактически это 90 метров в секунду Такой полет делает этого сокола самой быстрой птицей И самым быстрым живым существом на планете Природа снабдила эту уникальную птицу Особыми приспособлениями, которые позволяют достигать такой скорости Так, например, клюв Сапсана имеет два конусообразных бугорка Замедляющий поток воздуха и направляющих его в разные стороны Без этого приспособления воздух на такой огромной скорости Просто бы врывался в легкие с такой силой, что мог бы повредить их Также от перегрузок в полете сокола спасает высокий пульс Частота которого при пикировании превышает 600-800 ударов в минуту Эти особенности делают сокола Сапсана идеальным охотником Он может парить в небе на огромной высоте, описывая круги и выслеживая добычу Сапсан может подниматься до полутора километров, становясь практически невидимым с земли Увидев же свою жертву, сокол начинает молниеносное крутое пике Упав на летящую, ничего не подозревающую птицу, успешный хищник лишает ее жизни мощным ударом когтей Затем подхватывает жертву Обычные трофеи этого крылатого охотника – голуби, вороны, дрозды, кулики, чайки и даже утки Если Сапсан надумает напасть даже на крупную птицу, например, цаплю, шансы выжить у нее фактически нет Иногда Сапсан может ловить птиц и грызунов и на земле Прилетают к нам Сапсаны ранее весной Эти соколы очень привязаны к своим гнездовым участкам и занимают их много лет подряд Гнезда Сапсан делает обычно на недоступных выступах скал, предпочитая места, где не бывает людей, часто на берегах рек Гнездо – это обычная ямка в гнезде без выстилки Самка откладывает от одного до четырех яиц Самец кормит самку во время насиживания, иногда подгоняя ее Своё гнездо Сапсаны активно защищают от хищников Птенцов кормят оба родителя Пойманных птиц перед едой эти соколы обязательно ощипывают На зиму Сапсаны улетают обычно в Африку и Южную Азию Сокол Сапсан – редкая птица Этот вид занесен в Красную книгу России Красную книгу Международного союза охраны природы В нашей области Сапсаны гнездятся на территории Висимского государственного биосферного заповедника в природных парках река Чусовая, Олени и Ручьи, Бажовские места а также в Невьянском, Красноуфимском и других районах Отмечены случаи гнездования Сапсана на высотных зданиях даже в нашем городе Екатеринбурге Субтитры создавал DimaTorzok